Девушки отдыхают Уголовные проверки всех подозрительных молодых людей, к сожалению, ничего не дали. Иманский педофил ушел на дно. И постепенно о нем начали забывать. Рижская 96-я школа ближе всего находится к эпицентру тех мартовских событий. Внутри муниципальный полицейский. В саму школу посторонних не пускают. Для нас сделали исключение. Директор учебного заведения Ирма Лихачева рассказывает, что весной детей из школы забирали родители некоторых детей. Домой провожали старшеклассники. В школу приходили полицейские и рассказывали о безопасности. Но с началом нового учебного года бдительность притупилась. Наверное, да. Но, конечно, все мы хотим жить спокойно. И где-то, наверное, хотим думать о том, что вокруг нас все спокойно. Новых фотороботов преступников в четверг утром в школе еще не было. Дворник Лариса говорит, родители встречают детей поодиночке, а школьники не ходят. Но полиции в последнее время стало гораздо меньше. Вот когда весной это было, да, тогда, да, вот особенно в том большом дворе, как в школе к 96-й идти, там полиция всегда, они по гражданке даже были, в гражданской одежде, и они все время там присутствовали. Потому что детей там много очень ходят, и вот они там были все время. А последнее время? Сейчас полиции так особо не наблюдается. Самим родителям, да и педагогам тревожно. То, что провожаем, то, что встречаем, это одна тема. Здесь работа строго полиции. Должно быть все-таки усиленно. Не знаю, как, где, но, во всяком случае, как везде говорят, что столько всяких дополнительных экипажей, но их совершенно не видно, этих экипажей. Весели эти фотографии, да, мы, конечно, были насторожа, да. Сейчас фотографий этих нету, немножко подрасслабились. Поэтому, когда сейчас, если у него очередной период обострения, я считаю, что страны полиции тоже должны все меры приниматься. Впрочем, детям кажется, все ни по чем. А для кого-то эмоцкого педофила и не существует. Ну, по телевизору вроде не говорили, родители тоже ничего не упоминали. И только четыре девочки в Эмонте этот кошмар уже никогда не забудут. Вот что нам рассказала соседка одной из жертв педофила. Она где-то месяца два в школу не ходила. Там ребят, сонный период этот тяжелый был. А родители вы ее видели? Да, да. Как они? Ну, я не знаю. У них очень долго окна были все занавешаны. Как-то так. Во вторник об этом кошмаре узнал еще один ребенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова